по просьбе одной девушки женщины да я покажу снежинки как я вижу по кругу да вот хотела показать именно на этих носках на которых я делала типа мастер-классовый да здесь я добавляла еще с поэта поэточками поэточками но больше их видно на обратной стороне хотя и тут они там где-то будут запрятались вот такими перетяжками я и делаю то есть все время возвращаю назад вот они все поэточки это всегда я так делала и моя бабулечка и про бабулечка мы всегда так это делали если вот только одну да и вязать по кругу есть еще это вот эти носки их уже два раза стирала немножко стягивает но здесь как видно что ничего не стягивает ниточки все свободные при одевании это я убирала как ниточку да еще тут при одевании все разравнивается все хорошо здесь не ничего нигде не тянет да я смотрю когда вижу ну это желание каждого вязать так или не вязать мне кажется симпатичненько это вот сейчас такие лохматые из-за ангоры нити город тут две нити да не еще больше раз лохматиться здесь одна нить мериноса и 1 ангора в две нити вот тоже здесь уже конечно паеточку не добавляла это для мужчины носок вот тоже просто перетяжки возвращаю нить всегда назад еще не убирала нитки 2 до вяжу и потом уже все уберу ну и может сразу покажу кому-то как идея решила так сделать здесь лесенками до шахматку не шахматку как называет ну и вот здесь все время что-то стараешься придумать до носки чтобы не были одинаковые но здесь уже 2 вот начала да и покажу наглядно покажу вот мне по рисунку сейчас можно одну петлю запустить у меня рисунок он там стоит но я его показывать не буду да так как мне дала знакома у нее тоже свой канал и и если вам интересно называется валентина творим у красу валентина . творим образу по моему так я сейчас даже вам покажу у нее в сообществах все схемы есть сейчас что-то подписки вот как называется канал да если кому надо в сообществе у нее все здесь есть она выставляет всякие схемы все есть вот ну в общем показываю свой топорный метод до старинный топорный метод вот я накинула петлю первое да все она остается и сейчас я круг провяжу и подключить покажу как дальше буду делать но я постаралась провязать дальше еще дальше потому что думаю чтобы уже на более до длинном расстоянии показывать как я возвращаю ну как как обычно ниточка всегда откладываю потом дальше да а вот это я потом придавливаю до каждую петлю рисунка которые нити которой я делаю какой-либо рисунок ожог да и конечно извиняюсь муж кому-то неприятно оба пластырь залепить ну да ладно я думаю что это жизнь вещь обыденная да вот так сейчас у меня по рисуночку чего-то по рисуночку у меня следующая будет вот здесь то рисунок я каждый раз да потом петли надо смотреть что были свободные до ниточки здесь оставались а и вот здесь например где по одной она тяжело потом бывает уходят да я просто беру спицы его так ты подтягиваю наверх подтягиваю каждую наверх да кто мы пойдет от растискивалась опять смотрю где надо подровнять и петли я здесь захожу да вот так вот я вот так вижу а это я вот так вижу провязываю да потому что вот вот она нитка я ее возвращаю сюда и смотрю чуть-чуть чтобы свободная было да все я ее провязываю но мне не здесь надо вернись женщина на землю ты себе так я тут так провязываю а уже вот над этой да вот эту я могу еще так провязать потому что здесь две у меня беленьких да вот и сюда я вот просто накидываю чуть-чуть оттискиваю до нить провязываю так дальше у меня что одна будет беленькая белый вот основной нитью да я всегда придавливаю то всегда снизу дальше у меня две идет вот захожу сюда уже вот так не беру петлю да вот так опять провязываю и 2 такая же да опять вот так потому что если сейчас вот тут хоть и две белых да если так заведу то эта петля может потом пропасть в рисунке второе мне надо так теперь три беленьких все три я буду пресс вот все я эту нить положила и основной нитью берусь опять же смотрю чтобы она у меня до него нигде ничего не затягивала вот чтобы она свободная здесь была раз два три все теперь у меня две темных опять опять захожу вот здесь откладываю эту нить сюда эту беру и смотрю раз растискиваю свой рисунок до все петли провязываю первую петельку и смотрю это все конечно так когда не на камеру все быстрее делается да опять сюда вхожу у меня две должны быть да все я их провязала следующая у меня одна ложу тут снизу одна беленькая все смотрю чтобы тут свободно было да ой захожу провязываю одну беленькую подтягивая дальше что у меня одна коричневая все и дальше я уже опять возвращаюсь к рисунку ой к белой нити все здесь я уже могу вязать как-то как всегда да вот и все сейчас я круг провяжу еще покажу ну все я дошла до здесь мне надо дойти вот сюда тут каждую петельку я уже провязываю тогда подтянуть где что это все потом да будем делать вот я захожу вовнутрь чтобы они у меня не терялись потому что вот как например здесь даже его так делала да и они когда одна к одной они пытаются все время потеряться но это потом все тоже здесь этот хвостик чуть-чуть сюда подтянул и все раскроется все сейчас мне надо три провязать коричневых эту ниточку сюда выбираю а эту вот возвращаю сюда раз и смотрю да чуть-чуть ее чтобы сильно не болталась да вот все все теперь вот так же и провязываю два три мне надо захожу вовнутрь в петлю да так дальше что у меня рисунка 1 беленькая идет посередине отпускаю беленькую разравниваю петельки до провязываю все дальше опять все три коричневых будет третье остальные все беленькие то на окна покой нити у меня никогда не перепутываются да здесь опять подтягиваем да что белая у нас и свободненько не затягиваем вот чтобы здесь была свобода но в то же время чтобы вот это вот эту перекрывала основная не да все равно у вас потом вот эти перетяжки будут закрывать все да все основной дальше вижу здесь последнюю могу так провязать ну наверное еще раз подключусь у меня до побольше будет ряд еще один раз покажу может быть кому-то правда это пригодится да ну и конечно конечно эта женщина которая у меня или девушка спрашивала я думаю что она уже опытная но вы мне писали да если вы смотрите сейчас это видео что вы поймете ну вот наглядно показать конечно лучшее но и да вы правы были что написали что кому-то из новичков да это пригодится сейчас подключусь все дошла я и вот здесь у меня начинается сейчас три темные то вхожу опять вот здесь вовнутрь эту нить откладываю сюда а эту подвожу и опять же чуть-чуть ослабевая да ну и смотрю пальцами чувствую до придерживая придерживая вот подтягивая но смотрю чтобы здесь был видите зазор дальше уже легче теперь откладываю сверху эти три разравниваю сейчас у меня одна идет беленькая беленькая опять идут 2 коричневых смотрю да через одну то легче когда одна так 3 до 2 всегда вовнутрь до чтобы у нас петли не терялись в рисунке они от иначе они будут утопать да если вот так каждую брать так здесь у меня опять идет одна беленькая откладываю беру разравниваю провязываю смотрю да они у меня свободно видите все следующее опять две темные опять одна беленькая разравниваю 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 подвязываю и теперь три темные потом все разровняется да ну и эту последнюю пока ой заработал так разогналась вот уже так могу провязать да вот и смотрю свободно расстояние есть место есть чтоб если что потянуть да я потом вот так подтягиваю вот так подтягиваю смотрю да и дальше вот и все вот эти вот петельки конечно когда много да сразу на одной стороне видите они как немножко дырочки да но это все потянется сейчас уже в следующий например следующая строка да там где-то белая сюда пойдет и оно все подтянется все придет в норму вот так потом оно все все ну вот как здесь да нет у меня никаких дырочек перед стиркой я еще буду потягиваю нету никаких дырочек их не видно где-то она потягивает немножко да ну это все разровняется но еще плюс то что у меня нить эти две они идут потоньше нет не знаю потому что слушал слышала такое вот вот были бы это знать уже но я так думаю по своим опыту да в общем вот так таким способом я вижу да но на этом все подключилась еще раз да сейчас монтирую видео уже выставить хочу и думаю покажу вот вчера это я вечером под лампой тут вязала показывала сегодня перед выпуском вот еще покажу провязала дождь стольки уже к завершении эту снежинки да и вот хотела показать вот петли например вот здесь у меня посередине должна быть беленькая да и она утопает видите хоть как свободно все равно одна петелечка когда она может потеряться просто ее вытаскиваем спасаем как говорится вот их вот птичка должна быть вот это все потом главное вяжите свободно нить оставляете свободной и потом когда уже носу готов да потом можно все поправить посмотреть вот так тяну вот так тяну вот такте по всякому вверх вниз да и потом смотрю опять где утонула вот опять ушла до подправлю перед стиркой уже маска потом я стираю носок сейчас есть сушу носки на блокаторе до одеваю носок на блокатор и вешаю сушиться и что скажу раньше я без блокатора сушила здесь хочу показать вот как перекрывает все равно эти все до коричневые здесь видно потому что еще возвращаться будем белых больше видно вот они все свободные ниточки да все свободные для того мы свободу и делаем чтобы и те же белые там снизу чтобы снежинка у нас была ясно видно да главное провязывайте вот здесь где сейчас кажется дырочки как и вот про свечи да потом их не будет видно потом их видно не будет а после стирки вообще все будет прекрасно да вот как на этом носке я показывала их уже не видно но он еще не стирался он еще не стирался да еще я его буду растягивать вот на из кассу так тянуть вот тогда вверх вниз по бокам и буду смотреть потом петельки какие мне до вытащить надо да здесь одна ушла беленькая тоже пришла вот и вяжите вовнутрь да то есть в петлю вовнутрь когда вы рисунок делаете не вот так и и набирать а вот именно вот так весь рисунок и возле него а уже дальше потом можно вязать как вы вяжете это тоже дает свободу чтоб осталась петля не утонула вот они мне здесь по одной да вот они но все на месте теперь еще что-то скажу я вижу из натуральной шерсти до стопроцентной то есть у меня стопроцентная ангора стопроцентный меринос в 2 нити и вот это по моему непал но это тоже стопроцентная шерсть шурболи как у нас говорят да это простая овечья шерсть но супер ваша вская которая не колется вот и сейчас мне кажется простую овечью шерсть которая колется ну уже редко где сыщешь да в основном все идет супер ваш вот и стирка конечно же нужно натуральной шерсти ручная да я сейчас в этом видео еще расскажу тоже я уже показывал мне есть видео ну чтоб не искали кто сюда зайдет дам подпишу на она как советы советы по провязыванию снежинки в круговом вязании да я не знаю как сейчас буду соображать над видео да и на стирку любая шерсть даже полушерсть уже я на своем примере девчонки мальчишки я даю стопроцентной гарантии что это так иногда оживляйте свои вещи вязаные до стопроцентную шерсть любую пряжу да я буду стирать теперь только так даже носки в общем где-то примерно на 3 литра воды комнатной температуры до в посуде наливаете носки я бывает прям в раковине раковина называется ваш пекин наливаю комнатную температуру комнатной температуры воду добавляю у меня перволь до для шерсти именно моющее средство любой или шампунь там вы будете добавлять и на 3 литра примерно до добавляете две столовые ложки оливкового масла хорошо все перемешиваете закладываете ваши шерстяные вещи и я вам говорю будет все прекрасно проверено вход у меня моя ковтюля уже старенькая да она уже там вся свалялась это стопроцентный меринос ну туда дальше я ее постираю покажу до потом покажу после это все потом потому что я над ней еще решила кое-что помозговать то поработать вот из пива поработая потом уже сделаю вот такую стирку ей ну и вам покажу вот и когда у меня не было блокаторов да я носки просто-напросто всегда всегда и в казахстане выворачивала до до того как вывернуть и все вывернул хорошо все разровняю и вот в таком положении сушу вывернутом да ну что под носочек весь раз разровнялся хорошо все везде по подтягиваю да все рисунок и еще до того как мне вывернуть тоже хорошо все подтянул вывернул да где-то что-то какая-то петелька может быть с места прыгнет ничего страшного когда носочек уже практически сухой можно подойти и вывернуть на лицевую уже тогда и я не знаю у нас это в крови уже выворачивать мы все вещи которые сушим всю жизнь все наши поколения мы выворачиваем вещи да особенно вот шерстяные и только в вывернутом состоянии мы сушим вот и потом полусухой уже можете вы его вывернуть на изнанку и на лицевую сторону посмотреть и опять в мокром еще подтянуть чуть-чуть до посмотреть разровнять петельки и оставить сушить перед тем как вы будете отдавать человеку которому вы вяжете носки если не себе да я советую постирать еще раз я всегда два раза простираю носки все разровняю везде да и тогда только я отдаю уже эти носки вот с одной стиркой не отдаю чтобы после второй стирки пряжа лучше раскрывается даже если вы уже второй раз да можно оливковое масло не добавлять просто постирать вот ну и конечно же для новичков скажу да все шерстяные вещи стирать лучше ручную не лениться до лучше отложить сегодня вам лень или некогда до отложите большие вещи я стираю точно также вручную и у меня старые полотенца я просто раскладываю все на полотенце до рукава складываю вовнутрь на вещь ложу и в рульку заворачиваю хорошо так не сильно плотно и не сильно слабо средний средней упругости сворачиваю в рульку и прям вложу на батарею но я не знаю у вас наверно сильно батарея у меня не включены они да они у меня так комнатной температуры стоит я ложу на батарею вот они там пролежат у меня пролежит это руль когда часов ну шесть-семь я разворачиваю уже тогда все полотенце все впитала полотенце убираю сушиться до следующей какой-нибудь стирки да а вещь уже разровняю на сушилке она дальше уже так сушится так легче да и так ну не деформируется вещи не растягивается да так лучше это тоже методом тыка можно сказать методом опыта но наверное все сказала если есть вопросы конечно же пишите не стесняйтесь да я тоже долго стеснялась показать свои свои свое вязание закидоном ну вроде бы ничего я видела двух женщин пожилых да и обе эти женщины были башкирки и они вот так вот вязали после этого у меня как-то отлегло от сердца и стеснение как-то вроде бы стала проходить вот а так я не при ком никогда не вязала ну потому что вижу что люди по-другому что я вот так но когда увидела да мне легче стало все отлегло но я думаю как бы человек чего не делал лишь бы он делал во благо себе либо благо другим ног самое главное чтобы когда даже во благо себе него вред другим то этим мы никому не вредим мы делаем только благо поэтому ровных вам петелек всего самого-самого прекрасно пусть все будет прекрасно да пусть все складывается прекрасно все что задумано сбылось свершилось смоглось а вот и чтобы господь вам в этом помогал всегда вас хранил оберегал защищал помогал вам и мирного неба конечно же над головой но и не забывайте если понравилось видео пальчик вверх не понравилось пальчик вниз хоть как-то отреагируйте да подписывайтесь пишите же конечно свои комментарии вопросы мнения до предложения мы с вами будем вести общение не так чтобы я только моноложила да и и все на этом ну в общем вот так вот но это тоже конечно по желанию да у кого будет желание у кого не будет все больше затягивать не буду если есть вопросы как сказала всегда пишите я всегда отвечу ну а если кто-то да скажет и покрутит у виска что вот так вот я делал но мы делали это вот даже видите мне большая осталось но это я потом когда уже довяжу да я подтяну это все все будет как положено вот на чем я там остановилась забыла в общем все мысль ушла поэтому прощаюсь с вами пишите конечно же все всем всего всего мирного доброго радостного и теплого весны вам всем мои дорогие пока пока